Переехав в Западную Сербию, мы все ходили по лесам, до монастырям. А, еще было несколько раз в это селе. Уж больно, я люблю возиться и наблюдать за животными, а особенно за ослами и лошадьми. Но местные нам все советовали посетить местную достопримечательность под названием Гучево. А мы, если честно, не слышали об этом и сном, и духом. Так вот, в один из выходных наш сосед повез нас в это самое Гучево. Это такая гора недалеко от города Лозницы с видом на реку Дрина и Баню Ковылячу. А также там открывается вид на часть Боснии и Герцеговины. Довольно высокая, кстати. Ее самая высокая вершина под названием Цирневирх имеет высоту 779 метров над уровнем моря. Дорога до самой верхушки довольно живописная и идет по кругу. По пути можно погласить на местный быт, хорошенечко рассмотреть дома жителей местности. Кстати, тут довольно много кафе и мини-гостиниц, но в конце ноября они были все закрыты. Не знаю даже, то ли потому что ноябрь и впереди зима, или они все время закрыты. Некоторые туристические места выглядят заброшенными и давно не открывавшими свои двери гостям, хотя таблички и вывески сохранены. Вдоль дороги простирается лесистая местность с грабовыми, дубовыми, буковыми, кленовыми и черными сосновыми лесами. Довольно густой лес. Если погулять по этому лесу, можно легко увидеть косулю, лесу, например. Ну, вообще для лесов Западной Сербии это не что-то уникальное. Мы у себя в селе и косулю встречали, и лесу черного цвета. Белки так вообще носятся только так. Где-то на середине пути встретится заброшенный довольно большой отель. Мы снимали видео в нем, кому интересно, можете глянуть. Не знаю почему отель не достроили и забросили, но сейчас он служит местом остановки нелегальных иммигрантов на пути к своей мечте. На самой вершине горы установлен памятник сербским и австро-венгерским воинам. Вообще, по истории, гора была местом битвы Пригучева между сербской и австро-венгерской армией во время Первой мировой войны. Виды с горы открываются потрясающие. Но личный совет – возьмите с собой кофты потеплее, так как на горе довольно ветрено. Недалеко от памятника, с северной стороны, на высоте 550 метров, построен горный приют и туристско-гостеприимный комплекс, который также является крупнейшим горным приютом в Сербии, если верить сайту Гучева. Да, у них есть сайт. Там сейчас функционирует детский лагерь. Мы в него быстренько забегали, но ничего не снимали. Чуть дальше, на высоте до 500 метров, на плато находится автолагерь с рестораном и передвижными домами. От памятника до горного домика и до автолагеря проложены пешеходные дорожки. В конце осени лагерь был закрыт. Полагаю, что функционирует он в летний период. Я почитала, всегда ли была эта гора, но оказалось, что образовалась она в результате разломов местности, разрушение магматических пород и появление термоминеральной воды, преимуществами которой пользуются баня Ковыляч. Это такой местный бальнеологический курорт, также находящийся рядом с Лозницей. Летом на горе много народу, так как довольно хорошо развит туризм, и направление входит в четверку лучших туристических направлений Сербии. Как говорится на сайте Гучева, в летний период сюда наезжают альпинисты, велосипедисты, байкеры, джипы, любители экстремальных видов спорта, парапланиризма, а также желающих попрофилактировать свое здоровье и школьники на сборы. Я не знаю, так ли это на самом деле, летом мы сюда еще не ходили. Возможно, при случае проверим. А вот, кстати, и середина пути, где расположен этот заброшенный отель. Здесь тоже можно как раз посмотреть на виды, это только середина пути, здесь открываются вполне приятные видовые картины, и уже слышите, какой сильный ветер. А вот этот отель, кстати. А мы едем дальше. Для любителей природы и видовых площадок советую разок посетить гору, ну и, конечно, пофоткаться там. А дальше можете поглазеть на вот эти самые природы, которые мы сняли для вас. Видите, какой густой лес. Здесь, в Западной Сербии, он практически весь такой, то есть для любителей лесов и будет где погулять. Даже в селах вот у нас рядом с селом такой же густой лес, в котором мы, когда тепло, нормально так блуждаем с собакой. Однажды даже жарили там шашлыки, а один раз даже немного заблудились. И пауков, кстати, там тоже очень много, так как паутину они плетут прям с дерева на дерево, кустарник на кустарник. Вот здесь в машине у меня уже начинали закладывать уши. Кстати, не у меня одной. Поэтому те, кто с трудом переносит эти ощущения, возьмите жвачку пожевать. А что не купишь, он держащ за телефон? Он вот так, что держит. А вот, а вот, а вот. Боли снимок испаднет. Морам я оно да купим, он держащ. А, да, можно и купить. Па, каје. Какое лепо там шума. Э, ово су... Ста је ово сна? Ста се оборуви о храсе. А оно није бреза што си сликао на инстаграму, оно, уполју, доле. Није бреза. Знаш, та је оно? Топола. 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 Аааа. Није бреза. Ста је тополју, полју. Оно је топола. Доле уполју што си сликао. Ти је написал бреза. Да, да, да. Има је бреза, има је топола. Я пучекаю, што је ово, бре, ове. Как слышите, общаемся мы пока, что так себе, потому что живем мы только три месяца в Сербии, но Вова понимает лучше, чем говорит, но в целом коммуникация вполне понятливая, и нас понимают, и мы понимаем. А вот мы уже и доехали до самого верха. Вот он, вы наблюдаете сейчас, этот памятник. Ветер жуткий, завывает в камеру, даже говорить очень сложно, потому что мы друг друга просто практически не слышим. Как видите, люди приносят венки, чтобы почтить памятник. памятник павших воинов Первой мировой войны. Один раз место стоит точно посетить, ну хотя бы для того, чтобы местные от вас отстали.